Привет, друзья! И мы снова в нашей подкаст-студии в городе Дюссельдорфе с последней информацией, с последними новостями для вас, которые произошли в мире. В студии сегодня Игорь Полик и Артем Мирошник, как всегда, с вами. Итак, начали! За окном прекрасная погода, светит солнце, отличное время прослушать самые интересные, самые важные новости Германии. Самые жаркие и солнечные. Да, ну скоро будет сезон дождей и тогда начнутся грустные, мокрые новости. И начнем. Много резолюций против кризиса. Бундестаг хочет облегчить нагрузку на население путем внесения поправок в различные законы. Такие, как снижение налога на добавленную стоимость, на бензин или пособие за кратковременную работу. Бундестаг уже согласился с этим. То есть, хотят нам как-то помочь. Только вопрос как? С одной стороны, наверное, включили денежный станок, потому что разные премии появились, раздают деньги и детям. Помнишь, как-то было по 300 евро, по 100 евро. Частных предпринимателей, я хотел сказать, спасают. Ну, наверное, спасают от налогов, какие-то льготы есть. Как-то поддерживают. Я помню, когда немножко так занимался экономикой, когда государство много денег выделяет людям, есть один эффект. Инфляция. Инфляция. Сторожно подорожание. Ну да. Оно как бы одна рука дает, другая забирает. Все так и будет. Но, как всегда, самыми такими беззащитными останутся, конечно же, безработные. А именно потребители хардсфир или потребители, скажем так, какой-то помощи социальной, я не знаю, разной. И, конечно же, те, которые работают на мини-джоб, который, в принципе, всегда оплачивался плохо. И так, в общем-то, это все и будет. В принципе, пострадавшие останутся те же. Я думаю, мы с тобой в таком возрасте, когда мы не верим в помощь государству. Ну, если верим, то не в такую, чтобы могла изменить ход событий. То есть, в принципе, все, что было, так и останется. Я так думаю. Я, конечно, не провидится. Ты еще оптимист и сказал, так и останется. Я бы сказал, будет еще хуже. Да, я не иду в худшую сторону пока. Но, если не слушать Байдена. По поводу Байдена. Байден подписал указ о новом соглашении с ЕС о защите данных. Помнишь, это закон по Datenschutz, когда все странички обзавелись этими баннерами. Нажмите три раза кнопку, можете переходить, хотя это чисто формальность. Я вообще не понимаю, для чего это надо, как я уже в интернет-сфере давно. Но, опять же, президент США Байден подписал указ о новом соглашении о защите данных между США и ЕС, которое должно положить конец двухлетнему тупику, вызванному постановлением Европейского суда. Я так понимаю, что Байден вообще далек от того, что он подписал. Тем более, несколько дней тому назад он во время своей конференции вообще обратился к помощнику или к министру, которая давно уже умерла. То есть, у него бывают такие все-таки периоды, когда он видит потустороннее. И эта новость, и Байден, ну... Ну, возраст, возраст... Почтенный. Почтенный. Второе, конечно, это обилие каких-то разных мероприятий, которые нужно все-таки выполнять хоть как-то, присутствовать и так далее и тому подобное. Это, конечно, очень сложно. Ну и потом, что немаловажно, при сегодняшних всех событиях, когда сравнивать, скажем, войну и какие-то бытовые или какие-то законодательные дела здесь, в Европе, ну, они, конечно же, уходят на второй план. А поскольку они уходят на второй план, развитие у них тормозится, и поэтому я даже не помню этот закон, когда они там принимали его, когда он вышел здесь, в Европе, в защите Даттеншоттс. Ну, не знаю. Защита данных здесь как бы всегда какая-то была. Вот, она всегда была хлипкая, потому что ее всегда взламывали, когда надо. Вот, и она была всегда так рассчитана, что ты сам принесешь о себе все данные, когда тебя попросят. Иначе тебе просто-напросто поставят такие условия, что ты не сможешь даже существовать. Как ты сказал до эфира, замки для... Да, замки для порядочных людей. На специальном саммите ЕС в Праге не было достигнуто соглашения о предельной цене на газ. Как сказал наш канцлер Шольц на заключительной пресс-конференции, предложения будут дополнительно изучены до следующего заседания Совета ЕС в середине октября. Хотя большинство государств выступают за ограничение цены на газ. Германия и другие страны опасаются возникновения в результате этого проблем с поставками. То есть, хотят заморозить цену на газ, чтобы она была кругом одинакова, но мне это напомнило немножко стандарты Советского Союза, когда, помнишь, была ГОСТ и цена 5 копеек. Все, 6 нельзя. Да, была. Но тогда была плановая экономика, хотя здесь Германия она тоже плановая где-то отчасти. Но тогда не было вообще никакой коммерции. И, конечно, на газе никто не зарабатывал, кроме как государства. Поэтому государство со своих подданных, со своих граждан не брало какие-то такие варварские, какие-то такие большие цены. И не стремилось заработать на конкретном индивидууме. Хотя был экспорт газа, конечно, и в развивающиеся страны практически бесплатные, или в обмен на какие-то товары. Но все было, конечно, там тоже были утечки. Но в данном случае, смотри, газ закачан в резервуары. Газ уже есть. И вроде бы уже резервуары заполнены почти на 100%. Да, да. Поэтому как бы можно сейчас думать о том, что можно и снизить цену, можно и повысить цену. Я не верю в снижение цены. Я верю вот в эти вот выплаты кратковременные. Там 200 евро, 300 евро на каждую семью или на каждый дом. И в результате цена останется той же. Выплаты будут немножко больше. Немножко больше счета, которые можно будет погасить. Ну, кардинально опять-таки ничего не изменится. Ну, как ты сказал нашим слушателям, все так же и останется. А может быть и будет хуже. Только будет страх в глазах. Сегодня что-то наш выпуск посвящен Джо Байдену. Потому что опять новость. Что-то будет дедушке и каться. Президент США, опять же Джо Байден, предупреждает о ядерном Армагеддоне. Вот это самая главная новость. Президент США оценивает опасность ядерной катастрофы так высоко, как не было со времен Кубинского кризиса 1962 года. Карибский, да. Карибском море был кризис. Однако конкретных шагов со стороны России по применению ядерного оружия пока не наблюдается. Ну, я думаю, что ядерное оружие, на то ядерное оружие, чтобы не так просто оно наблюдалось, его перемещение, тем более тактическое ядерное вооружение, наверное, имеет какие-то свои особенные формы перемещения. Наверное, не так просто. Возможно, можно засечь, но идентифицировать полностью и сказать, вот это движется там колонна и в ней есть вот эти вот тактические ядерные боеголовки. Наверное, это все-таки сложно. Вообще сейчас в медиапространстве очень сильно нагнетается тематика ядерной войны. Я прошелся по ютюбу, по подкастам, по новостям. Абсолютно есть инструкции, как себя вести, что делать, как прятаться, кому уже поздно прятаться. Причем самое удивительное, что это информация на всех языках мира. То есть, настолько эта тема сейчас в СМИ актуальна и горячая. Я вот боюсь, чтобы те, кто контролирует эти кнопки, не начитавшись этого всего информационного потока, не нажали. Но если каждое утро мне рассказывают, война, 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 а я с этой кнопкой. Ну да, это же уже может сработать какой-то такой синдром. Ну раз уже пора, то пора. Но вот смотри, вспомнил начало войны 24 февраля. До этого Байден один-единственный, который кричал весь месяц, что война будет. Он один. Все кричали, нет, все говорили, нет, войны не будет, нет, никто не начнет. Нет, Акелла уже отступает, Акелла уже обделался и все такое прочее. Но в результате война таки началась. И единственный, кто об этом предупреждал или говорил, это Байден. Не знаю, говорил ли он, исходя из каких-то данных, полученных разведкой ЦРУ или какой-нибудь другой. Не знаю, может быть это просто был прогноз какой-то. Может не просто послушивали телефоны, как сейчас говорят российских офицеров, высокопоставленных, не знаю. Но в любом случае война началась. Теперь он кричит о высокой ядерной угрозе. И все опять говорят, нет, этого не будет, потому что Путин не посмеет. Ну, стоит задуматься. Я американским спецслужбам доверяю. Ну, теперь уже, как бы да, стоит, я же говорю, задуматься о серьезности этих слов. Тем более, что они уже раз сработали. Французская писательница Ани Эрно, может быть по другому удалению, я личности не знакома, получает Нобелевскую премию по литературе в этом году. Ну, получает, да и получает. Переходим к следующей новости. После первоначального расследования утечек в Нордстрим, Швеция считает подозрения в саботаже обоснованными. Ну, да, саботаж опять-таки, да, обвиняется, американская сторона обвиняет русскую сторону. Дескать, вот показываем, что мы умеем даже со своим, без своих, чтобы чужие боялись. То есть, если мы вот взрываем свой поток, то мы взрывем и ваше все. Вот, русские обвиняют, конечно, американскую сторону о том, что... Я думаю, это традиционно. Традиционно. Сколько себя помню, Советский Союз, скажем так, округлил, всегда обвинял Америку. Я даже помню ту шутку, когда вы выходите в подъезд и у вас там, простите, грязно. Это президент Америки лично. Совершенно верно. А тем более мы не знаем до конца правду, и может быть вообще взрывов никаких и не было. А был просто какой-то разыгранный сценарий, где кто-то что-то просто показал. Так что мы не знаем, в чем дело точно. Ну а дальше, я думаю, что в ближайшее время развязка за всем этим последует. Тем более, что у нас впереди главная новость сегодняшнего дня. Правительство Германии, очевидно, предполагает значительно худшее развитие экономики, чем в начале года. Я бы думал, как долго они анализировали ситуацию, чтобы прийти к этому решению? Наверное, сразу после 1945 года. То есть, вот только сейчас они решили, что будет хуже развитие экономики. А так-то все нормально. Ну, во-первых, неизвестно в какой отрасли будет хуже. Во всех? Ну, во всех не может, потому что, как бы, да. Кому-то должно быть хорошо. Кому-то должно быть в любом случае хорошо. Поэтому будем посмотреть, как оно дальше будет, продвижение, опять-таки, каких-то заказов на что-то. Вот военная промышленность, там может быть хуже? Нет. Я думаю, там только будет лучше. Во время военных контактов всегда им лучше. Торговля оружием будет хуже? Лучше. Только лучше. Следовательно, за этим тянется, тянется целая вереница еще от отраслей, которые работают. Стали плавильная промышленность, это, конечно же, какое-то там изготовление, там, горючих, горюче-смазочных материалов и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что не вся экономика упадет. Пока мы продолжаем выпуск новостной, давай напомним нашим слушателям, что еще есть два свободных места в нашу подкаст-школу. Да, кстати, подкаст-школа уже практически набрано. Есть еще несколько мест, которые можно набрать людей, обучать также подкастом. И, ребята, вы поймите правильно, мы вот сейчас с Артемом не делаем никакой рекламы лишней, да? Мы говорим то, что есть и будет, а подкасты, это будет наше будущее, которое займет и перебьет YouTube. Нам на тот выпуск по поводу YouTube поступило несколько вопросов. И я думаю, мы просто сделаем отдельную как-то программу. Да, да, да. Расскажем о том, почему мы так считаем, базируясь на фактах, какие есть уже технологии, какие тенденции и мода в современном мире, что мы уйдем в экономию интернет-трафика. А домашние хозяйства в Германии на прошлой неделе потребляли больше среднего количества газа, несмотря на энергетический кризис. Так всегда. Хотят наготовить побольше. Наперед. Наперед. Сделать больше консерв, закатать в банки всех своих куриц, которые есть во дворе или не во дворе, и у соседей, и все такое прочее. Ты как-то подготовился к блэкауту? Потому что о блэкауте, о том, что могут свет отключить, могут поставки газа тормозиться, все чаще и чаще появляются в немецкой прессе. Я купил горелку. Да, я тоже и советую вам, наши уже теперь слушатели, да, конечно, обзавестись какой-то газовой горелочкой и к ней какими-то газовыми баллончиками. Это никогда не помешает, даже если не будет никакого там кризиса в этой области, и мы не будем испытывать никаких проблем этой зимой. Вам это всегда пригодится. Ну, выйдите летом на природу, в конце концов. Весной пригодится. Весной. Вышел на полянку. Конечно. Поджарил что-то. Да, что-то там закипятил, чайничек, как-то весело провели время. И это пригодится, поэтому это как бы не будет выброшенным вложением средств. Ты смотришь немецкое телевидение? Да, изредка. Исследование и использование средств массовой информации, телевидение и радио. Несмотря на большую конкуренцию в сфере цифровых технологий, немцы продолжают больше всего пользоваться телевидением и радио в качестве источников информации. Таковы результаты исследования АРД и ЦДФ, которому мы платим за то же самое телевидение и радио. Ну, потому что платят, поэтому и слушают. Не платили бы, может быть, не слушали и не смотрели бы. Давай скажем нашим землякам, которые приехали в Германию, что есть такой налог на телевидении и радио. Самое удивительное, мы это платим за то, что есть возможность посмотреть те самые ЦДФ и АРДФ. Причем, вот правильно Артем сказал, есть возможность. Потому что не у каждого уже в доме телевизор. При изобретении компьютера и разных цифровых технологий телевизор, в общем, уходит на второй план. У многих какой-нибудь планшет, какой-нибудь там, я не знаю, ноутбук. У кого-то просто телефон, и он им пользуется, и даже смотрит там новости, фильмы и так далее. Но, тем не менее, налог должен заплатить. И самое удивительное, от этой услуги отказаться нельзя. В 90-х это называлось просто рэкет. Здесь это называется налог на телевидение и на радиовещание. Да, то есть, снимание потихоньку в штану. Дорогие коллеги из ЦДФ и АРД, если у вас есть две свободные вакансии, мы можем с вами посотрудничать. Потому что ваш бизнес самый лучший бизнес во всей Германии. Или пригласить вас на участие в нашей подкаст-шуле. Давайте дружить проектами. Домами. Незадолго до выборов в Нижней Саксонии обостряется спор о сроках службы атомных электространций. Там степились Линднер и Хабек. Линднер блокирует проект Хабека и загоняет партию зеленых в угол. О, вот так вот. Ну, дело в том, что никто не знает, насколько вредна атомная индустрия. И есть атомные подводные лодки, есть атомные ледоколы, есть... Атомы вообще используются в очень многих сферах и даже в той же медицине. Например, некоторые операции вместо того, чтобы резать, делают с помощью ядерной таблетки. Так что давайте как-то, да, надо все изучать, всему надо уделять внимание, а потом уже резать с плеча. Поэтому атомная электроэнергия и атомные станции, еще неизвестно, вредят ли они окружающей среде или, наоборот, помогают. Это и сирий, как сейчас мода на электромашины. Да. При этом организация АДЦ подсчитала, что на изготовление одной электромашины так портится природа и используются природные ресурсы, как, например, машина на двигателе внутреннего сгорания за 15 или за 18 лет. Совершенно верно. А утилизация батареи? А второй вопрос, только хотел сказать, что никто еще не понимает, что делать с этими батареями ровно через 8 лет. А там и свинец, а там и все. Поэтому мы с удовольствием, так как человечество не учится на своих ошибках и на истории, дальше будем продолжать загаживать нашу планету. Поэтому, может быть, и Илон Маск хочет полететь на Марс и Луну. И там так же загадить, как и нашу планету Земля. Страны ЕС приняли решение о дальнейших санкциях против России. Ну, это уже, мне кажется, дежурный вопрос. Я не знаю, какие еще санкции введут. Насколько они эффективны? Я думаю, что они будут эффективны на очень долгосрочный период. Но в данном случае, в случае войны, когда вся экономика настроена на выживание, эти санкции не будут так заметны, как бы хотелось. А теперь отличная новость для немецких пенсионеров. Федеральный кабинет министров утвердил единовременное энергетическое пособие в размере 300 евро для пенсионеров. Я испугался, я думал, им опять продлили срок пенсии. Пенсионный возраст. До 80. До 80, например, да. Нет. Но это в будущем. Это в будущем, не будем забегать вперед. А, понимаешь, если продлят, скажут, что из-за нас. Потому что я знаю, что точно один депутат в Бундестаде, наш подписчик. Да, но тогда мы можем сказать, что мы претендуем на авторские права. Согласно опросу института ИФО, все больше компаний планируют повысить цены в ближайшие месяцы. Тенденция особенно заметна в отношении продуктов питания. Продукты питания и так уже повысились. Если их еще повысят на процентов 20-30, это вообще будет бум. И такое повышение цен, которого, наверное, Германия не видела со времен Первой или Второй мировой войны. Такая инфляция буквально за год подорожание в некоторых сегментах примерно в 100 раз. Конечно, да. Причем это очень заметно. Местные продукты, да? Это очень сильно заметно. Особенно, скажем так, мы всегда покупаем одни и те же продукты. И мы примерно понимаем, сколько денег на кассе мы должны отдать. И за этот год, даже за полтора года, это еще началось с момента коронавируса, чувствуется повышение цен. Ну и в заключении нашего новостного выпуска, как всегда, очень положительная новость. Комиссия ЕС также считает, возможно, масштабное отключение электроэнергии предстоящей зимой. Если наступит худшее, европейская солидарность также подвергнется испытанию. Ну, европейская солидарность здесь, мне кажется, не так уж подвергнется испытанию, потому что отключать электроэнергию, если будут, то будут везде. И одновременно, а может не одновременно, но тем не менее везде. А насчет отключения электроэнергии, да, это перспектива вполне реальная. Те, кто родился и вырос в СССР, этим не напугать. Я помню, верно, отключение электроэнергии, воды, да. Ну, а тем, кто, конечно, вырос и родился здесь, в Германии, это новинка, к которой придется привыкнуть. Ничего страшного здесь не будет. Так что, как бы, переживем, я думаю. И еще одна такая европейская новость, это то, что на первом месте по государственному долгу по-прежнему находится Греция, а на втором месте уже Италия. Уже Италия догоняет Грецию. Ну, что ж, да, страны, которые любят посидеть в обед и плавно досидеть до ужина за чашечкой кофе-вина. Да, в то время, когда в Германии в 5 часов утра все автобаны переполнены. Да, да, да. Эта новость нас с тобой не удивляет. Не удивляет, абсолютно не удивляет. Гораздо больше удивляет новость вот сегодняшнего дня, кстати, да, о том, что был взрыв на Керченском мосту. Да, вот это, кстати, интересная новость, и мы ждем от нее дальнейших таких вот волн, которые создались в процессе. Самый главный вопрос, что будет дальше? Да, вот самый главный вопрос. И вот тут о Байдене, да, который уже кричал, до этого кричал о том, что, в общем-то, ядерная война, и он сказал Армагеддон, он использовал эти слова, не за горами, то взрыв на Керченском мосту может приблизить, мне кажется, Армагеддон в разы. Ну, хотя будем, конечно, думать и смотреть, и наблюдать. С другой стороны, та же Америка и Европа, я скажу так, с мое мнение, допустили до этой ситуации, они же прекрасно понимали и психотип человека, и понимали, к чему это может привести, особенно после 2014 года, закрыв глаза на Будапештский меморандум. Поэтому, я думаю, сегодня им надо очень хорошо действительно поработать над эскалацией конфликта. Вот, ты знаешь, может быть, они и не хотели так вот уж совсем взрывать, а просто попугать, но учитывая качество этого моста, который строился вот в сегодняшнее время, он начал немножко падать. Так, скажем так, чуть-чуть. И вот это вот, да, парадокс, потому что вот сколько бомбили под Херсоном вот этот вот знаменитый Антоновский, по-моему. Не помню название. Как-то так, да. Он стоит, там дырки, а он построен был в советское время. Там был этот бетон марки 100, там были выдержаны все нормы, ГОСТ и все. И вот посмотрели сейчас, мы, конечно, не знаем, что там взорвалось, ракета. Я сейчас смотрел в Телеграме грузовик, начиненный с перчаткой. Мы пишем подкаст 8 числа, пока еще, скажем так, фактов, проверенных аргументов нам не прислали, да, поэтому мы подождем и, наверное, уже в следующем подкасте сможем рассказать. Будем детально говорить, но в том же случае, как бы это ни было, было ли это автомобиль, начиненный с рычаткой, или попала туда ракета, слишком быстро он начал разваливаться. Это вот как-то странно, потому что, я же говорю, этот Антоновский мост держится по седине. Хотя туда было выпущено куда, больше ракет и в любом эквиваленте. Но мы с тобой всегда за мир. Однозначно. И за то, что страны должны сохранять свою целостность. Да, целостность и индивидуальность, мне кажется, и независимость. И все вопросы надо решать демократическим путем, как у нас в редакции. Во всяком случае, пытаться решить их там. Слушай, у нас еще есть продолжение образовательных новостей. Может быть, ты проведешь какой-то для наших слушателей анонс нового семинара, который, по-моему, планируется? Да, давайте так. Я сразу буду говорить по-русски, чтобы не вводить никого в заблуждение разными терминами. Нет, ты назови эту профессию. Грумер. Это называется, да. Это такая вот новая профессия. Как новая? Она не новая. Но для меня она новая. Да. Для тех, кто не имеет собак, она новая. Значит, это как бы собачий парикмахер, но не только. Это, конечно, и ногти. Подожди, это те, кто не смог, у кого не получилось на людях, они перешли на собаку. Примерно так. Грумер. Грумер, да. Примерно так. Но здесь есть одно но. Здесь есть такое но, что если на человеке можно как-то все-таки испытывать и какой-то фидбэк тут же получать, где вам снять, где вам не снять, то парикмахер собачий, он должен знать свою профессию от а до я. Так как собака ему ничего не скажет, а от хозяина он потом может получить сразу и мной. И не отходя от кассы. И не отходя от кассы, да. Но это все шутки, а профессия очень перспективная. В Германии подобное, скажем, уход за собачкой стоит от 50-ти, 30-50-ти, это так, 30-ти, если нет стрижки. А сама стрижка 55 где-то, если еще помыть собачку, если подстричь ногти, если просто вот сделать. У меня у знакомых это до 300 евро. Да, да, да. Если сделать комплексный уход, это очень хорошие деньги. И тот человек, который закончит, скажем, такое обучение и будет иметь немецкий сертификат, который мы будем предоставлять, он может хорошо зарабатывать совершенно официально. То есть этот семинар пройдет в Германии? Этот семинар пройдет в Германии, это будет ознакомительный семинар, потом будет набор, опять-таки, в школу. Школа планируется от 15 дней до 48, оплаты там тоже будет разные, это все надо будет индивидуально звонить, узнавать. Я думаю, мы дадим потом... Ну, когда ты получишь всю информацию, мы разместим его на наших сайтах. Да, да. Это будет школа, это будет теория, это будет практика, это будет практика от лучших специалистов Германии, это будет школа от лучших специалистов как Германии, так и, кстати, Киева. У нас есть преподаватели из Киева, очень талантливые, которые в профессии более 20 лет. Но, в общем, это будет очень интересно и особо будет интересно тем людям, которые приехали только и задумываются о выборе профессии в Германии, где не понадобится им Hochdeutsch, такой большой, высокий язык. Во всяком случае, надо будет просто уметь смотреть собаке в глаза. Да, тут язык Гёте не поможет, я думаю, даже может помешать. А здесь надо вот просто психология, которая тоже будет преподаваться на курсах собачек. Когда мы с нетерпением ждем всю дополнительную информацию, выставим, и, может быть, в следующем подкасте уже будут какие-то детали, конкретика, когда начинается, куда обращаться и что для этого будет. Да, обязательно будет, потому что школа уже готова. Осталось только скоординировать сроки ее работы. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Google подкастах, в Spotify. Также можете посмотреть в формате YouTube наш выпуск. Пишите нам комментарии, пишите нам письма, звоните, приходите в гости. И задавайте вопросы. Дело в том, что действительно у нас сейчас открывается очень большая учебная база. И учебный центр будет заниматься очень многим. И причем даже адаптация специалистов, переквалификация специалистов. Давайте, давайте обращайтесь, потому что, ну, не всегда же, не всем же приехавшим работать на упаковке, или не всем же приехавшим работать где-то, убирать. Это все хорошо, все нужно. Но, тем не менее, я думаю, что украинские женщины достойны даже лучшего. Во всяком случае, мы только объединившись и вместе сможем справиться с проблемами и с этой жизненной сложной ситуацией. Однозначно, только вместе. Поэтому пишите, звоните, мы вам рады. От себя желаем всем нашим землякам и нашей Родине мирного неба. Ну и, конечно же, беречь друг друга. Беречь друг друга, относиться друг к другу очень уважительно, с пониманием, несмотря на ту нервную обстановку, которая сейчас царит в мире. И, надеюсь, не будет того самого Армагеддона, о котором говорил Джо, наш, так сказать, дорогой Байден. А если и будет, то мы с нашими профессиями его перепрыгнем. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания.